Продавцов, спаивающих молодежь, начали ловить сотрудники полиции. С Нового года вступили в силу изменения в законе о продаже алкоголя. Теперь спиртное нельзя продавать ночью с 10 вечера и до 8 утра. А уж подросткам и подавно. Но не все продавцы соблюдают правила, и таких отлавливает полиция. Ловят, что называется, наживца, а процесс покупки снимают на скрытую камеру. Страйков. Документов не спросили, сколько ему лет не спросили. Лид на 20 он выглядит по внешнему виду, поэтому не спросила. Тамара Васильевна, плакать не надо, мы не служба спасения. Я расколистая. Я понимаю. У вас тем более не первый раз это, все в курсе. Не научилась, значит первый раз. Я считаю, что недостаточно жесткое наказание. В прошлом году, в июле месяце, это было от 3 до 5 тысяч штраф физическому лицу продавшему. Барис Николаевич, приезжайте, пожалуйста, сюда, к маме. Ну что, опять-то. Обязательно, в паре, на воду, чем. Памерик, спасибо. А алкоголь, это содержащие 7%? А что здесь происходит? Что значит, что здесь происходит? Владельцы? Не владельцы, а арендатор. И что? Нет, я просто спрашиваю. Мне не надо, пожалуйста, фотографировать молодую дочь. Поберите. Да еще и кассы нет, шкарно. Поберите, пожалуйста. Вы камеру-то оставьте, не трогайте. Вы не надо меня, пожалуйста, фотографировать. Девушка, пожалуйста, не надо. Камеру не трогайте. Нет, меня не надо. Мужчина не снимает силы, если хотите диалог снимать. Пожалуйста, выйдите, пожалуйста. Это частная собственность. Пожалуйста, освободите, кто не снимает. Ну, вот камеру не трогайте. Давайте, я, девушка, я ничего говорить. Расскажите, пожалуйста. Молодой человек, я вам сказал, уберите. Выйдите, пожалуйста. Освободите помещение, молодой человек. Девушка, вы мне мешаете работать. Не трогайте, отпустите. Я вас прошу по-хорошему. Выйдите, пожалуйста. Кстати, с этого года штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним возросли в десятки раз. Если раньше продавца наказывали тремя пятью тысячами, то теперь нерадивый продавец заплатит от 30 до 50. А если попался повторно, как в нашем сюжете, то ему может грозить и уголовная ответственность. Хозяину магазина грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Плюс ко всему, этим магазином займется еще и налоговая, поскольку кассы сотрудники полиции там не обнаружили.